Я Туманова Надежда Александровна. Уже 8 месяцев, почти 8 месяцев нахожусь на железнодорожном вокзале города Адлера. У меня 18 сентября прошлого года случился пожар, сгорело мое жилье. После этого я лежала в больнице, и из больницы меня обманом увезли в хоспис, в Илларионовку, в селение Илларионовка, 60 километров от хосты, откуда мне помогли уйти. Нянечки просто сказали, ты здесь не выживешь, бежи отсюда как можно скорее. Надя, сколько вам лет? 6 апреля, вспомнил, 64. 64. А пенсия какая у вас? 6700 сейчас стало, было 6300. Вы на эту пенсию можете себе что-то снять, жилье какое-то? Ну откуда, откуда. У нас 500 рублей в сутки, это зимой было, а сейчас 1500-2000. А на что вы вообще живете, существуете здесь? Вот я хочу особое мнение сказать, благодарность сказать жителям России и микрофинансовым организациям и банкам. Они знают, они увидят меня, они знают, кто это. Люди пересылали мне со всей России деньги. Кто тысячу, кто две, кто три, кто пять, кто семь. Просто последнее время вот эти деньги разворачивают и возвращают назад. Я не знаю, кто это делает. То контакт не работает, то карт нету и так далее и тому подобное. А вот скажите, полиция и так далее, власти вас не трогают здесь? Сейчас нет. Первые дни очень даже трогали. А что их заставляет вас не трогать, как вы думаете? Я подставила себе так. Понятно. Ну, а вот мне, например, сказали в администрации, что вам предоставлено жилье и вы от него отказываетесь. Квартира или подселение? Квартира или подселение? Подселение, да. Подселение. Так вот, я скажу. Я передавала вам письмо. И это письмо имеет прокуратура наша. Там написано «ходотайствовать». А ходотайствовать и предоставить – это две разные вещи. Мне не давали бумагу, что мне предоставлено жилье. Потому что если написать «предоставлено», вот тогда я имею право либо отказаться, либо согласиться. То есть вас хотят просто заселить, не без документа? Без документа. Это раз. А какой смысл в этом? Без права регистрации. А что вы хотите вообще? Ваша цель? Я хочу и прошу администрацию всей власти города. Дайте мне жилье согласно документам. Привезите мне договор по социальному найму. Ходить я ногами не могу. Привезите, пожалуйста. Не привозите вот эти бумаги без печати, без штампа, которые вы привозите. И потом все сотрудники вокзала смотрят и говорят, что с этими бумагами только в туалете. Вы без документов меня вселяете. Какой смысл мне туда вселяться? Я не буду не иметь никаких прав. Меня в любое время оттуда выкинут. Я не буду ни одну ночь там спать спокойно. Я не отказываюсь от жилья. Но я отказываюсь идти туда без документа. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, пассажиры в поиске номер 804А. Производит новоход номер 1, 3, 5, 6, 8, 10. Продолжение следует...